ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Что он хочет по доступной цене, то, чего сегодня, на мой взгляд, многие жители регионов, в общем-то, лишены, говоря, если мы говорим о печатной книге. Да, хотя тут, понимаете, этот вопрос надо просто, я не уверен, что это сделает государство, это может сделать и бизнес, но, например, Россия перестала быть самой читающей страной в мире, но она стала самой пишущей страной в мире. Я посмотрел данные сайта стихи Ру и Прозору, 6 миллионов с лишним произведений прозаических и 35 миллионов с лишним произведений поэтических. Более того, когда люди из Екатеринбурга придумали проект Ридеров, который дает возможность сам издата фактически, за год этот проект вышел на второе место по количеству номинований выпускаемых книг за Эксмо, то есть за гигантом. То есть мы видим, что люди хотят, не очень хотят покупать книжки, но очень хотят выпускать книжки. Писать, да, издавать, это вот просто так. Это тоже, на самом деле, это как спички, понимаете, да, то есть это предпосылка, из нее ничего может не получиться, но из нее может кое-что и вырасти. Если человек хочет писать, есть целый ряд психологических установок от маленького писателя к большому читателю, только этот путь надо пройти, надо выстроить мосты. Сегодня большим спросом пользуются школы креативного письма, да, то есть там курсы, где учат, как писать книжки. Писатели учат не писателей стать маленькими писателями. Может кто-то из них вырастет писателем, кто-то нет, но это не для этого делается. Люди хотят рассказать про свою жизнь. Нет какого-то игрока, который бы придумал, как тягу к писанию соединить с тягой к чтению, тягу к выпуску книг, соединить с тягой к приобретению книг. И государство здесь может создавать именно предпосылки для самодеятельности, для того, чтобы люди приходили. Налоговые послабления. Систему преференций. Систему преференций. Налоговые каникулы на какое-то время для тех, кто социально, а культура это социально значимые проекты. Если это будет, я вас уверяю, стартапы появятся и молодежь, которая вот этими письмами, открытками, про которые вы говорите, увлекается, придумает, как найти эти решения. Государство не само должно давать решения, но должно помогать тем, кто эти решения ищет. Сегодня мы занимаем пятое место в мире по выпуску книг. Это очень хороший показатель. Наименование. Наименование. По количеству наименований. Но если мы посмотрим на распространение и на объем книжного рынка, то мы замыкаем двадцатку стран именно по распространению. То есть у нас беда вот в этой пирамиде именно инфраструктурная. И на мой взгляд, вот если уж говорить о поддержке и преференциях, нужно создавать преференции и для поддержки книжных магазинов, которых ничтожно мало для такой огромной страны. Вот та самая доступность. Не убивать их налогами. Налогами. Ну, у нас, например, вот, собственно говоря, была инициатива министра культуры, да, в библиотеках и в музеях или там в учреждениях культуры открывать книжные магазины. Что с этой инициативой? Я хочу сказать, что мы поставили, вот уже у нас больше, наверное, полугода работают киоски магазина «Москва». В которых, соответственно, там, по-моему, у них 40 тысяч наименований. Я хочу сказать, что это не бог весь каким успехом пользуется. Но вот за последние, там, я не знаю, вот три месяца, наверное, да, читатели оформили порядка 80 заказов. Просто этим тоже надо заниматься. Читатель, в общем-то, не привык, что он может, придя в библиотеку, да, и увидев вот этот киоск, сказать, с этим тоже надо работать. Поэтому мы вот, например, так сказать, мотивировали Марину Ниловну, чтобы она поставила большие растяжки, чтобы, значит, мы, соответственно, подготовили своих специалистов, которые могут проконсультировать, хотя там очень легкие интерфейсы, в общем, это легко и просто. И книжки тебе доставляются на следующий день. То есть библиотека, понятно, к этому не имеет никакого отношения финансового, да. Она только предоставляет возможность своим читателям, если им хочется купить или нужно приобрести книги, пожалуйста. Очень хорошее. По-моему, это очень грамотная идея. И при том, что ты не должен выделять какое-то помещение, где должно быть оборудование, где должен быть, соответственно, какой-то книжный запас, да. То есть это точка доступа ко всему ассортименту. Точка доступа, которая, да, очень-очень удобна. Я, знаете ли, разделяю это, потому что все-таки книжные магазины – это бизнес. И главное – это, так сказать, получение, соответственно, прибыли. Ты можешь дальше вкладывать в развитие, можешь, я не знаю, так сказать. Но это, тем не менее, абсолютно коммерческая вещь. Библиотека – это совершенно другая структура, которую содержит государство. И государство, соответственно, оно не диктует, что тебе надо, слава тебе, Господи, покупать, как тебе надо формировать фонды. Но все, что ты приобретаешь в свои фонды, оно подлежит бесплатному, безвозмездному абсолютно пользованию гражданами. Поэтому это две большие разницы. И как бы соединять их, мы можем соединяться в различных проектах. Вот как вот, например, мы соединились с Москвой. Да, и пожалуйста, так сказать, они любят очень наш библиогид, о котором вот Александр упоминал. Действительно, он как рекомендательный ресурс, находящийся абсолютно в открытом доступе, на безвозмездной основе. У нас теперь очень многие книжные магазины используют это для выкладки, для своих каких-то рекомендаций. И, в общем, я считаю, что очень хорошо. Даже если они не ссылаются на нас, то мне все равно приятно. Потому что, в общем, библиогид плохого не порекомендует. Ну, смотрите, как много форм взаимодействия. Абсолютно. И вот это, на самом деле, их можно дальше, так сказать, совершенствовать, развивать. И просто все-таки бизнес есть бизнес, а, так сказать, культурные учреждения – это немножко другое. Я как старый библиотекарь, я считаю, что библиотека, она определяется своими фондами. И насколько быстро ты можешь, и насколько оперативно ты можешь предложить своим читателям новые, хорошие издания. В этом тоже кроется, так сказать, один из ключевых моментов, почему к тебе приходят читатели. Поэтому фонд – это все равно вот тот базис, без которого это культурное учреждение не может существовать. Ну, а то, так сказать, как вот заниматься промоушеном или там поддержкой. В детской библиотеке, мне кажется, мы занимаемся всем. Мы танцуем, мы поем, мы устраиваем концерты, мы проводим школу профессий для малышей, мы делаем какие-то литературные занятия. Ровно все для того, чтобы заинтересовать, то есть после всех этих мероприятий, что делаем мы, так сказать, обращаем к книге. Но все эти события, да, вокруг книги. Да, абсолютно, только вокруг книги. Да, потому что танцевать можно по поводу и без. Главное, что все это действие вокруг книги. Иногда можно танцевать и не по поводу книги в библиотеке. Объясню, и смотреть кино никак не связано с экранизацией. Нет, ну можно вообще аниматоров приглашать в библиотеку, и, так сказать, они тоже будут. Да, потому что, давайте прямо скажу, литература, если говорить о высшем проявлении книги для меня, это литература, не новым фикшеном, а именно литература в классическом понимании. Она всегда претендует на то, чтобы быть больше, чем просто литература. Она всегда хочет как-то поменять жизнь. Она всегда хочет вовлечь нас в какое-то условное, но тем не менее близкое к реальности пространство. Поэтому все, что про жизнь, про образы и ценности, это все в пользу книги. Даже если напрямую не связано. И мне кажется, библиотеки должны на это иметь право. Абсолютно согласна, сто процентов. Потому что, собственно говоря, все, что делается, и, собственно, сейчас в библиотеке мы все, так сказать, позиционируем себя, не люблю ужасно это, как третье место. Но действительно это некая площадка, в которой человеку должно быть комфортно, приятно, интересно, безусловно. И где он может реализовать какие-то свои желания, мечты. Потому что литература, она все равно дает, безусловно, это право мечтать, желать. Вот мы именно этой площадкой и являемся. Насколько мы можем оценить полезность этих мероприятий, насколько они действительно эффективны. И удается ли нам сегодня то, к чему мы стремимся, вот к этой синергии действий издателя, библиотеки, книжного магазина, литературного музея. Мы не хотим, чтобы все мероприятия были только мероприятиями Российской государственной детской библиотеки. Мы все время работаем в партнерстве со всеми, с издателями, с авторами, безусловно, с иллюстраторами, которые делают книгу. Мы теперь даже проводим День редактора, вот у нас есть там весной и осенью такие профессиональные мероприятия, для тех именно специалистов, которые работают в области детской литературы. С Государственным литературным музеем у нас идет отдельная программа, с Дарвиновским музеем отдельная. С Ясной Поляной мы проводим Неясные Поляны каждый год, музей Ясная Поляна в Москве, в РГДБ. То есть это вот, это тот вот, я не знаю, такой, это даже не клубок, это какой-то вот уже такой просто, по-моему, ну не снежный ком он может накрыть, а так вот это вот действительно абсолютно, да. А вот эта новая инициатива 14 февраля, дарите книги с любовью. Да, это на самом деле сразу вот хочу сказать, что это не наше ноу-хау. Международный, правильно? Это международный, да. Просто в 12-м году школьная библиотека, резмени суд, решила повернуть, вот как бы так сказать, развернуть 14 февраля, так сказать, в сторону книги, детей, детской литературы. И вот, так сказать, призвала по интернету, понятно, что используя все средства связи, значит, и вот такая инициатива получила определенную поддержку. И с 12-го года уже 30 стран присоединились к этому проекту. Россия в этом году впервые? Нет, у нас были отдельные библиотеки. Просто мы решили, вот это наша новая ассоциация, которая так и называется, собственно говоря, у нее название «Ассоциация деятелей, культуры, искусства и просвещения. Растим читателям». В этом году, вот, так сказать, это была такая акция, мы сделали плакаты, то есть некая как бы подводка к проведению этого Международного дня книгодарения, безусловно, мы оказали вот какую-то такую поддержку. При этом мы, так сказать, договорились с издательствами и с книжными магазинами, причем в этом смысле у нас три книжных магазина, которые трудно объединить в одном порыве. Это «Библиоглобус», «Книжный дом Москва» и «МДК». Абсолютно разные, да. Да, но при этом они все участвовали в этой акции, они повесили эти плакаты, они именно подготовили магазины к проведению этих акций. У них продавцы ходили с этими значками, дарили книги с любовью. Они все поставили ящики, у каждого мы раздали им по провинциальным абсолютным библиотекам, в которых давно не было никаких новых поступлений книг. И, собственно говоря, вот лидером оказалась Москва, но, наверное, вот мы с ними еще очень как-то, так сказать, плотно работаем, сотрудничаем, поэтому они очень прониклись. Они собрали для библиотеки, это, я даже сейчас не воспроизведу название, это Гусь-Хрустальный район Владимирской области, 70 километров от самого города Гусь-Хрустальная библиотека, сгорело. И они просили помочь с восстановлением. И Москва собрала им, вот на сегодняшний момент, 1576 книг. Это очень много. Именно для этой библиотеки? Только конкретно для этой библиотеки. То есть каждый участник этого проекта мог выбирать на свое усмотрение для какого региона, какой библиотеки он передает конкретно. И на конкретной библиотеке, да. И я хочу сказать, что набрали мы вот таким образом 8,5 тысяч книг. Сегодня я как раз смотрела эту 600 библиотек, 55 регионов России. В какой-то момент я, как человек исключительно, я бы сказала, организованной, и который привыкл все организовывать. В какой-то момент, когда начались какие-то нестыковки между издателями, книжными магазинами, в какой-то момент я подумала, господи, ну как это? А потом я поняла, что не надо ничего решать. И не надо никем руководить. Все должны решить свои вопросы сами. Хотите участвовать? Пожалуйста. У вас есть полное, так сказать, абсолютно делайте все, что хотите. Вы направляете. Да. И это замечательно на самом деле. Ну а все же доставка, это же тоже очень такой тяжелый вопрос. Да, но у нас, например, вот Владимирская библиотека, для которой так много книг собрали во Владимирской области, вот они уже на своей «Газели» сделали две естки, забрали две части. Сейчас они приедут за третьей частью. Поэтому, ну вот, как бы, это Владимир понятно. Понятно. А если это Владивосток, Сибирь? Вот, допустим, в Хабаровск у нас отправили, там, Хабаровская библиотека, она была, то есть очень хотела получить эти книги по лауреата и премии Михалкова. И вот, собственно говоря, сам этот фонд, он называется «Сегодня дети, завтра народ», они отправили сами. Поэтому, ну, 32 книжки, по-моему, улетели в Хабаровск. А так вот ищем кого-то, кто там, например, смоленская колония у нас тоже, почему-то колония, где сидят за вот эти вот, за особо тяжкие преступления. Это даже не колония, а именно тюрьма. Вот, значит, мы для них собрали тоже 350 книг, там, или сколько-то, почти 400, да. Но для них надо специально сначала отправлять списки, они их просматривают, потом они приезжают сами, забирают книги. Вот здесь и государство, может быть, он поддержит с точки зрения распространения в этой акции? Я бы... Не будет оно поддерживать. Вот во что бы я верил технологически, что на самом деле было бы гораздо разумнее. А государство могло бы создать условия для того, чтобы в большинстве российских городов, в торговых центрах, стояли автоматы по печати книги и потребования. И вот тут проблему можно было бы решить. Сам бизнес не справится, пока эти устройства достаточно дорогие. Дорогие, да. Но, если такое устройство есть на один город, можно работать, по крайней мере, с крупными и средними издательствами, чтобы они стандартизовали, стандартизировали макеты с учетом возможностей, да, и печать потребований. Но сами автоматы по-прежнему дороги, а книги, выпускаемые этими автоматами, резко подешевели за последний год. Да, они стали значительно дешевле. Мне кажется, государство должно появляться там, где бизнесу еще рано входить. Бизнес может входить, когда есть условия. Государство может создавать условия предпосылки. Вот такого торгового центра есть практически, я вас уверяю, в любом российском, даже маленьком городе. Ну, как сейчас вот эти постаматы же. Магазины в городах с населением меньше 100 тысяч. Они не рентабельны. Для этого нужно особый, сейчас не будем вникать. Возможно, но это очень сложно и дорого. Но государство может решить эту проблему иначе. Удешевленная доставка, это что такое? Вот как раз вам интернет возможности. Нажали на кнопочку, выпустили на флешку и возможность. Мы видим, что сейчас эти постаматы появляются практически в каждом торговом центре. Уже стоят постаматы по доставке. Интернет-магазины уже реализуют эту идею. Так можно объединить и соединить. Ну, просто у вас если далеко, условно говоря, в Владивосток, то, разумеется, штучная эксклюзивная книга, но она всегда будет дорогая. Ее там вы не выпустите. Но массовая серия, ну, сравнительно массовая серия, писатели, лауреаты премии Михалкова, которые все-таки там цветные сложные частные картины. Ну, Ясная поляна, например. Вот Ясная поляна, да. Или Большая книга, или Букеровская премия. А это уже люди привыкли. Уже рефлекс выработан. Если лауреат какой-то премии, то стоит почитать. Может, не понравится, но как минимум интересно. Почему это невозможно? И повторюсь, издательственный вопрос решаем. Но тут государство должно подступиться. Это раз. Два. Государство все-таки еще должно... У него есть еще одна возможность, которой оно пользуется крайне редко. Оно должно уметь гладить по головке, а не только бить по ней палкой. Даже денег не всегда надо давать. Но погладить по головке бизнесмена, например, который вложился в хорошее дело, просто его погладить. Это бывает часто очень важно. А там и в регионах, на самом деле, такого рода проекты возможны. Пока, повторяю, это личная инициатива. Я, например, в Красноярске, может быть, Маша тоже знает, Алексей Клешко. Это их вице-спикер. Не знаю, сейчас он вице-спикер или нет, но в их Краевой Думе. По личной инициативе, договорившись и с государством, и с бизнесом, он возглавляет фонд Виктора Петровича Астафьева, помог переделать в Красноярске несколько библиотек, и в Минусинске, что уж совсем тяжело. Это появились современные... Причем это не центральный район, а так называемый неблагополучный. Чтобы подростки с окраин могли прийти туда, как в пространство, в котором они не могут встретиться ни дома, ни нигде. Другой свет, другая атмосфера, другие сидения. Они привыкают к современной... Это продавливающиеся подушечные, полуподушечные. Выход в интернет. При входе автомат не только с кофе, что подростку неважно, а с бульоном. Потому что после школы... Я сам там был, я смотрел, как это происходит. Это работает. Если бы государство такие проекты поддерживало, подхватывало, сами сделали, молодцы. Смотрите, ребята, мы любим вас и будем любить других, если вы будете делать так же. Этот инструмент, оно по башке как-то лучше лупит. Я была в городе Сланце. Это северо-запад, это Ленинградская область. И это абсолютно, ну как сказать, дотационная территория. Потому что все, что там работало, оно все не работает. Но при этом библиотека, она живет совершенно замечательно. Они написали награнт. Получили грант из Голландии, но он какой-то очень смешной был. Там, условно говоря, 6 или 7 тысяч евро. Но они на базе своей библиотеки сделали центр волонтерского движения для всего города. И вот ребята совершенно, вот те, которые, да, вот они постепенно вовлекаются в сферу деятельности этого клуба. Там в основном подростки, молодые люди. Они занимаются всем. Они не только читают детям книжки, да, они носят старикам еду. Они проводят различные там фестивали, мероприятия на улицах. То есть я хочу сказать, что когда руководство библиотеки в данном случае, оно просто предоставило место. У них все сделано как-то вот, ну как сказать, современно, симпатично, открыто очень. И ребята туда, то есть они там живут фактически. Они там живут. У них нет там кофеавтоматов, но зато у них там есть библиотечные чайники, которые они кипятят, да, и прекрасно, вот в этом, в этой точке, где ничего не работает, куда некуда пойти, где, ну вот некуда пойти, да. Они приходят в библиотеку, потому что они там делают какие-то абсолютно нравящиеся им полезные и хорошие дела, да. И главное, они общаются там. Им никто не бьет по балде, да, и ни в чем их особенно, ну, я думаю, не ограничивает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова